Субтитры создавал DimaTorzok Началось строительство еще в 2010 году, но из-за нехватки финансирования реализация проекта была приостановлена. Возобновилась работа лишь в 2013 году. Темпы строительства тогда ускорились и в данный момент основная часть проекта уже выполнена. Марина Горбук подробнее об этом. Общая сумма, выделенная на возведение комплекса – 360 миллионов тенге. Финансируется проект из местного бюджета. Строительство комплекса поделено на три этапа. Два из них включают строительство универсального спортзала и котельный. Третий – возведение административно-бытового комплекса, общая площадь которого – 1400 квадратных метров. В этом спортивном зале мы передаем спортивный клуб «Намос». Они будут наши спортсмены нашего города, области, района. Можем проводить соревнования. И молодежь города доступом может заниматься. Комплекс включает в себя универсальный зал для занятий разными видами спорта, боксерские и тренажерные залы. Также ФОК будет оснащен буфетом, раздевалками и душевыми кабинами. Комплекс предназначен не только для соревнований, но и для ежедневных занятий спортом. Реализаторы проекта обещают, что посещать ФОК уральцы смогут бесплатно. В будущем здесь должны расположиться кружки и спортивные секции. Подвальное помещение для административного бытового корпуса. Котельня. Это все уже завершение. Осталось там только полы покрасить. В здании административного бытового корпуса уже идут отделочные работы к завершению. Уже уложена плитка, установлены двери, сантехника. Вентиляцию заканчиваем. Выделялось на административного бытового корпуса где-то порядка 139 миллионов. Где-то порядка уже 120 миллионов уже освоено. В дальнейших планах строительство ледового дворца и стадиона. Работы по этой части начнутся не ранее 2015 года. Аналогичный комплекс планируется построить в поселке Зачиганск, который расположится на площади двух гектаров земли. На первоначальную реализацию данного проекта выделено 240 миллионов тенге. Начать строительство планируется осенью текущего года. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Каждый год 3000 жителей нашего города подключаются к центральному водоснабжению. Это и есть одна из причин демонтажа питьевых колонок. Всего в нашем городе было 500 колонок. В прошлом году демонтировали 232, а в этом пока только 25. Но на этом работы по демонтажу питьевых колонок не заканчиваются. Баты, Су, Арнасы, на балансе которого они находятся, хотят свести их к минимуму. Все из-за халатного обращения жителей к воде. Запалив огороды из центральной питьевой колонки, идет перерасчет на 128 тысяч тенге. Нередкие случаи порчи колонок. Хочу на этом обратить внимание, потому что колонки буквально портят. И есть даже факты буквально вандализма. Поэтому нам приходится постоянно менять колонки, ремонтируют. А это приводит к дополнительным затратам. В ночное время пытаются поливать водой свои огороды. Но тоже считаю, что поливать питьевой водой, которая проходит большой путь очистки, это тоже кощунственно. Поэтому необходимо бить свои колодцы для полива огородов. Поэтому предлагаем жителям подключаться к централизованному водоснабжению. Потому что предприятие в дальнейшем также будет продолжать демонтаж водоразборных колонок. И их количество будет сокращаться. И к концу года мы их значительно сократим. Пассажиры казахстанских автобусов с успехом пользуются услугой беспроводного интернета. За полгода действия проекта Wi-Fi Bus было скачано около 1 терабайта информации, или 1024 гигабайт. В уральский объем трафика составил почти 120 гигабайт. Его использовали пассажиры восьми автобусов пятого маршрута. В восьми уральских автобусах пятого маршрута теперь можно пользоваться бесплатным интернетом. Для этого достаточно лишь иметь устройство, с которым можно выйти в интернет. Смартфон, планшет или ноутбук. Установить эти роутеры пока на каждую машину невозможно. Они питаются, наши машины на 24 вольта рассчитаны, а они питаются от 12 вольт. Поэтому только на те машины, у которых есть преобразователи, мы поставили эти машины. Пока восемь машин пользуются. Скорость передачи данных у них такая приемлемая. Единственное, что она прерывается по ходу движения. Автобус идет, двигаясь по маршруту, передает этот автобус от одной станции к другой. И бывают паузы. Только в Уральске пассажиры пятерок успели за месяц скачать почти 120 гигабайт информации. Скорость скачивания может несколько меняться. В зависимости от близости передвигающегося автобуса к базовым станциям, расположенным по городу. Но в среднем составляет около 2-2,5 мегабит в секунду. Wi-Fi у нас стоит в автобусе. Вот он в данный момент присоединен к магнитофону через USB-шнур. Люди с утра интересуются, спрашивают. Не знаю, сидят, развлекаются. Интересно стало ехать. Больше народа заходит в автобус. Когда, если интереснее ехать, тогда и быстрее время проходит. А сами? Сами очень редко на это не хватает времени, потому что большую часть мы проводим только за рулем. Пассажиры уже начинают привыкать к новой услуге. К тому же маршрут пятерки один из самых протяженных. Один круг составляет 2 часа 15 минут. Во время дороги на работу можно посидеть в интернете, посмотреть новости, проверить почту, пообщаться. Всегда в курсе. Но последних новостей. Всегда на связи, да? Да. Очень удобно. В перспективе планируется организовать бесплатный доступ в интернет и в других общественных местах. ЦОНах, расчетно-кассовых отделениях банков и вокзалах. Роман Копняев, Айбула, Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. На сцене областного Казахского драматического театра с 3 по 30 июля выступят районные народные театры Западной Казахстанской области. Свои спектакли представят творческие коллективы из Сырымского, Косталовского, Тоскалинского, Женебекского, Акжаикского, Каратабинского и Шенгарлаусского районов. Основная цель фестиваля – развитие и преемственность традиций любительского театрального творчества, активизация театрального движения, повышение уровня режиссерско-постановочной работы и актерского мастерства коллективов, расширение репертуара народных театров. На сегодняшний день по области функционирует 128 драматических коллективов и кружков. Из них 9 коллективов имеют почётное звание «Народный». Я режиссёр Женпетинского народного театра из Сырымского района. Мы подготовили постановку «Голубое такси». В этом спектакле молодой парень, который ищет деньги на лекарства для больной матери, продаёт марихуану. Полицейский, который ведёт его дело, оказался отцом молодого человека. Спектакль очень поучительный. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok